Сегодня в программе Fashion Guide вы увидите сотворчество и синергия, как Татьяна Тервердян и Галияма Гамбетова создали совместный проект. Дизайнер Карина Индиго рассказывает о своем космическом вдохновении и удивительных работах, дебют старичного автора Зухры Жангуразова из коллекции женственных нарядов и сюжеты о молодых дизайнерах со всего света. Не пропустите! Искусство нас связало. Под таким девизом творят авторы, вступая в коллаборации. Причем дизайнеры в работе над проектами объединяются с людьми и других профессий. Часто рождаются творческие союзы, законодатели моды и художников. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Метаморфозы альтер-эго. Такое замысловатое название дали своей совместной выставке дизайнер Татьяна Тервердян и художница Галияма Гамбетова. Гордыня, алчность, лень, уныние. Человеческие пороки стали главной темой проекта. Но, как уверяют сами затейницы мероприятия, они лишь хотели самовыразиться и дать легкий посыл для раздумий. Я сейчас увлеклась современным искусством. И как раз в этот момент появилась Галия. Показала мне свои работы, предложила посотрудничать. Это вот ее картины, везде принты, это ее картины. Плюс мы вместе разделили этот проект. Она делала лично эти инсталляции. Благодаря идее объединения современного искусства со стилем барокко родились новые уникальные образы. Специально для выставки дизайнер создала 10 платьев, украшенных шедеврами художественного искусства. Картины Галии Магамбетовой — это смешение разных стилей, что в точности соответствует теме проекта. Вообще этот микс-мидиа пейнтинг, где задействованы абсолютно все техники, все подручные материалы. Там все смешивают, там и сюрреализм в некоторых работах есть, и абстракционизм. Олицетворяют задумку авторов манекены. Вот этот с чайником вместо головы указывает нам на человеческое невежество. А сейф, наполненный деньгами из туалетной бумаги, — это алчность. Дополняют инсталляции цитаты из книг. Их, кстати, подбирала известный редактор Евгения Солопова. Мне очень нравится идея проекта, и поэтому я включилась в него с удовольствием, поскольку я считаю, что проект отражает культурную ситуацию сейчас и очень помогает именно, ну, знаете, разнообразить нашу культурную жизнь, поскольку здесь объединяется очень органично и мода, и живопись, и современное искусство, и микс-медиа. В такой легкой форме Татьяна и Галия хотели показать изменения внутреннего мира и личности человека на определенном этапе пути. Работы получились яркими, необычными и запоминающимися. Каждое из творений наверняка заставило задуматься о своем альтер-эго. В детстве ее называли ребенком Индига. Она всегда отличалась необычайной чувствительностью, эмоциональностью и другим восприятием мира. Карина Индига – художник, дизайнер, иллюстратор, стилист и фотограф. О ее связи с космосом говорит и логотип собственного бренда, который имеет для нее большое значение. Треугольник – это вселенная, а круг – это человек, как ее центр. В декабре прошлого года Карина Индига совместно с резидентом Казахстан Fashion Week Кариной Ашербековой представили капсульную коллекцию «Зима-2015». Для молодой художницы это дебют в сфере дизайна. Выпускница арт-школы с детства была окружена творческой атмосферой. Папа и дедушка Карины – художники. Сама дизайнер рисует с трех лет и свои работы переносит на ткань. Одежда Карины Индига – это сочетание ручной росписи, вышивки и хендмейд. Вот это платье из моей первой коллекции, из дебютной. Оно скомбинированное, расписано вручную. И, наверное, все-таки это такая свободная одежда для любителей творчества. Закончив кафедру изои дизайна, Карина поехала в Прагу за расширением своих знаний. Посещала разные курсы, тренинги и семинары, где узнала о новых технологиях работы с тканью, материалами и фактурой. Карина часто участвует в конкурсах, связанных с дизайном, где может показать все свои навыки. Стараюсь показать, как я умею работать с фактурой, как я умею работать с тканью, что я могу делать вручную, как я могу делать подачу акцента на обуви, как я могу делать акцент на аксессуарах, как я могу работать с одеждой. В данный момент я все-таки набираюсь больше опыта, чтобы сделать в Казахстане что-то более интересное, свое. Как признается сама Карина, информацию она получает из космоса и все фантазии старается воплотить в реальность. Например, рисунок этого платья приснился ей во сне. Героидическая лилия имеет сильную энергетику и считается символом королевской власти, чем и вдохновилась наша героиня. Помимо одежды Карина создает клаче, расписные пояса, жабо. Для аксессуаров она использует фетры натуральные камни, фурнитуру привозит из Европы. Художница часто расписывает готовую обувь и в будущем планирует заняться созданием собственной. Это будут разные направления обуви и на плоской подошве, и на каблуках, и разные комбинированные, и игра цветов, и игра тканей, и игра кожи. Дизайн одежды, интерьера, организация фотопроектов и создание арт-команды – неполный список дел и планов Карины. Девушка не останавливается на достигнутом и только доказывает свою уникальность – Индиго. Пришло время познакомиться с еще одной девушкой, решившей выбрать дизайнерское ремесло. Зухра Жангуразова, автор бренда «Элис», недавно дебютировала с презентации своей первой коллекции. Теплый летний вечер и дружеский коктейль стали предисловием к самому показу и поддержали его тему. Это коллекция нарядов для повседневного ношения и торжественных случаев в жаркий сезон. Абсолютно в каждом платье, несмотря на его простоту, в каких-то моделях напротив, более роскошные, абсолютно во всех присутствует какое-то легкое кокетство. Основа коллекции – это платья. Разных цветов и длины, но, впрочем, похожих силуэтов. Девушка предлагает делать акценты на фигуре. Почти все наряды обтягивающие и подчеркивают женские формы. Как главный декоративный элемент – крупные металлические молнии. Уникальность моих платьев заключается в том, что они создают очень волнующий силуэт. Лекала на платье изготавливались итальянскими конструкторами. Это очень важно, потому что от лекала зависит очень многое. От определенного кроя, которое, опять-таки, наше желание сделать фигуру девушки более точенной, реализовывается. Из всех платьев, что я видела, мне очень понравилось голубое с красным замком. То есть оно такое очень спортивное и в то же время коктейльное. Я считаю, что это такие королевские цвета, глубокие пиолетовые, салатовые. Привносят какую-то такую весенне-летнюю радость и свежесть девичьих. Несмотря на хорошо устроенное шоу, успешным дебют нашли не все. Зухра признается, что не имеет профессионального образования. А ведь это важнейшая часть полноценной работы дизайнера. Есть нюансы, которые нужно было в моем понимании доработать. Я сейчас говорю не как обыватель, а сейчас говорю как специалист. Фишки замки этого всего лишь мало, понимаете? То есть должны быть нюансы, которые бы отличали любого дизайнера от меня, от вас и так далее, и тому подобное. Зухра, к слову, уверена, что своих покупателей она найдет. Автор намерен творить и дальше. А станет ли ее имя новым важным пунктом на модной арене Казахстана, покажет время. Удачи дебютантам! Показы молодых дизайнеров — очень важная часть модной индустрии в любой стране. В Перу лучшего начинающего модельера определяли на конкурсе «Юные творцы мира», который прошел во время трехдневного шоу-мода и подарков в Лиме. Фестиваль — это поддержка национальной моды. Все коллекции созданы исключительно из хлопка и альпаки. Выиграла соревнование 24-летняя Сильвия Паредес из андского города Уайнкаео. Ее осенне-зимняя коллекция посвящена традиционной одежде перуанского народа. Моя коллекция называется «12 месяцев. Прекрасная поэма». Она вдохновлена островом Токили на озере Титикака рядом с городом Пуна. Основной предмет коллекции — календарный корсет. Победительница будет месяц обучаться в Китае по специальности «Технический дизайн». Организаторы говорят, что экспорт альпаки значительно увеличился за последние годы, а потому надеются, что событие поможет выйти перуанским дизайнерам на мировой рынок. Предполагаемое количество иностранных байеров, посетивших мероприятия — 560 и полторы тысячи иностранных гостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это все на сегодня. Не пропустите следующую увлекательную экскурсию по миру моды, стиля и красоты. С вашим путеводителем программы Fashion Guide. Субтитры создавал DimaTorzok